Диспансеризация 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 мы проводим практически на своей базе. Насколько в этом году в Крае людей уже прошли диспансеризацию? На сегодняшний день прошли диспансеризацию более 599 тысяч, и более 110 тысяч прошли углубленную диспансеризацию. То есть есть несколько видов, да? В чем их различие? Ну, конечно. У нас была, скажем так, с 2013 года традиционная диспансеризация и профилактические медицинские осмотры, и с появлением ковида у нас появилась так называемая углубленная диспансеризация, которая, собственно говоря, и направлена на выявление тех осложнений, которые вызывают данные инфекции. А как стать участником диспансеризации, и тем более углубленной, все ли могут? Могут все, абсолютно. И больше того, не только могут, но и должны. Гражданин Российской Федерации имеет такую возможность записаться через госуслуги, записаться по телефону, самообращением, прийти в поликлинику, выбрать для себя удобное время и день, и пройти данный комплекс медицинских услуг. Ну, то есть инициатива должна от человека исходить, или может быть какое-то приглашение как-то врачи вызывают? Конечно, прежде всего это желание пациента. Но хотелось бы сказать о том, что, конечно, со своей стороны мы принимаем ряд мер по приглашению пациентов, и не только это осуществляют медицинские организации. В каждой поликлинике, а их более 82 медицинские организации, которые проводят диспансеризацию, профилактические медицинские осмотры, мы активно приглашаем пациентов, второе, приглашают колл-центры и, конечно, страховые компании, которым направляются в списки, активно также являются участниками этого процесса. То есть созданы даже специальные колл-центры, я так понимаю? Конечно, да. Работают и по диспансеризации, и еще по ряду направлений. То есть мы активно сегодня работаем с населением здравоохранения у Алтайского края, и в целом, да, Российской Федерации на сегодняшний день мы занимаем проактивную позицию, активно приглашаем пациентов, и каждый пациент может пройти диспансеризацию с 8 часов утра до 20.00, и в субботу с 9 до 15.00. Ну вот вы сказали, что, в принципе, может любой человек, я лишь уточню, вот, допустим, звонит сотрудник колл-центра, да, вот каким образом отбирается, там, не знаю, возрастная, может быть, какая-то категория, может быть, это профессиональный какой-то коллектив в целом приглашается, как отбирается человек, которому положена, скажем, обычная или углубленная диспансеризация? Если говорить об обычной диспансеризации, то начиная с 40 лет она становится ежегодной. Чем старше гражданин, да, чем старше пациент, тем риски развития заболевания не увеличиваются. То есть возраст ассоциированное заболевание. Если перед нами пациент до 40 лет, то один раз в три года он проходит ряд медицинских обследований. То есть в рамках диспансеризации и ежегодно, если пациент не подлежит, он проходит профилактический медицинский осмотр. А если говорить о углубленной диспансеризации, это тот элемент нашей, скажем так, классической диспансеризации, который позволяет нам, медикам, понять, есть ли осложнения после перенесенной инфекции COVID-19. К сожалению, более 50% пациентов отмечают ряд жалоб после COVID-19 и, конечно, и ряд заболеваний, достаточно грозных, скажем так, жизнеугрожающих, которые мы должны выявить, предотвратить и при необходимости назначить лечение. Поэтому углубленная диспансеризация нужна вот в этих случаях. Елена, каким образом у вас проходит отбор пациентов? Мы действительно имеем списки пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Мы на этих пациентов выходим активно, то есть путем обзвона. Также эти списки имеют страховые компании. Они помогают нам, приглашают. И по факту обзвона, либо по факту приглашения пациент, мы оповещаем его, что у него есть такое право, и он может его реализовать. И, конечно, его нужно реализовать, потому что, повторюсь еще раз Татьяну Викторовну, проблемы есть, 50% идут с последствиями после перенесенной инфекции. И пациенты должны к нам обращаться и проходить это обследование. Поэтому это либо наше мы обзваниваем, либо через госуслуги пациент может записаться. Он может прийти непосредственно с приема, прийти в поликлинику и записаться, а также через страховых представителей. Страховые представители в этой программе работают. Какие чаще всего вы выявляете осложнения? Чаще всего в 47% случаев это астенический синдром, когда пациенту немотивированная слабость, которая мешает выполнять, скажем так, свои трудовые функции, снижается концентрация пациента. А в 20% выявляются проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта. Также нарушается сон, так называемая инсомния, выпадение волос и ряд других проблем. Но самое, скажем так, грозное для нас это осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. К сожалению, не так часто, в 15-17% случаев, но такие осложнения встречаются. Таким образом, пациенты должны помнить о том, позаботиться о своем здоровье. Те пациенты, которые перенесли ковид, и особенно те пациенты, которые перенесли достаточно тяжело, средняя степень тяжести пневмонии, и особенно тяжелая, через два месяца мы приглашаем всех пациентов пройти углубленную диспансеризацию. Ну, это такие наиболее распространенные. А какие, быть может, самые неожиданные результаты? Вы имеете в виду, какие самые неожиданные осложнения? Осложнения, да, диагнозы после перенесенного ковида. Хочу сказать о том, что в своей практике мы видим и миокардиты, когда это поражение мышцы сердца, когда молодой пациент перед нами 35-36 лет, очень активный, спортивный, не имеющий факторов риска, вдруг отмечает нарушение сердцебиения. И вот такие симптомы, скажем так, к сожалению, они жизнеугрожающие. Иногда пациенты не придают им значения, и вот как раз наш вот этот медицинский призыв о том, что через два месяца мы вас приглашаем для того, чтобы исключить данные осложнения. Если говорить о редких случаях, то это поражение нервной системы, скажем так, тройничная нерва и так далее. Поэтому не часто, но встречается. Поэтому просьба пациентов, конечно, обращать внимание на свое самочувствие, прислушиваться к своему организму и, конечно, посещать своего доктора. Елена, вот вы в своей практике, на базе своей поликлиники, тоже выявляете, бывают какие-то, ну, такие редкие осложнения? Конечно, мы выявляем, но еще раз, тут статистика еще прямо, конечно, четверть пациентов это страдающие и нарушениями со стороны центральной нервной системы, это также проблемы пациентов, у которых остыня, выраженная остыня, практически 50%, то есть каждый второй жалуется. Как мы это выявляем? Одним из основных этапов диспансеризации после ковида является заполнение анкеты, потому что остыня сложно нам оценить, это субъективный признак, и заполняя анкету, где включены наиболее часто встречающиеся постковидные осложнения, мы уже настроены и нацелены на это. Также есть проблемы с нарушением обоняния, то есть пациенты, переболевшие и в 20-м, и в 21-м году отмечают, что это имеет место быть. Да, изменения перекордитные, миокордитные, это катастрофа для пациента, и это действительно молодые пациенты до 40 лет, практически, это, как правило, мужчины, которые приходят, а вдруг что-то случилось, они, как правило, же не приходят на диспансеризацию, они, либо мы их вызываем на себя активно, либо они приходят с приема, и мы это видим. Елена, ну вот выявили то или иное нарушение здоровья, дальше что? Какие дальше действия нужно предпринять пациенту или как вы его сопровождаете? Здесь двояко, какое нарушение здоровья, потому что на сегодняшний день, первое, есть моменты реабилитации, то есть в городе Барнауле три учреждения здравоохранения работают на реабилитацию постковидных больных. Это территория здоровья, это госпиталь для инвалидов войны, это третья поликлиника, если мы видим проблему, требующую медикаментозной коррекции, это однозначно означаются препараты. И третий момент, это дальнейшее наблюдение уже у своего участкового терапевта, который берет под наблюдением, контролирует, потому что в углубленную диспансеризацию входит в том числе и определение различных биохимических показателей, и может быть еще не быть в клинике, но уже есть нарушение, которое также должно быть медикаментозно скорректировано. Татьяна, ну вот впереди новая волна коронавируса, скажите, во время нее, или быть может сразу после нее, будет проводиться диспансеризация? Я думаю, что будет, потому что мы не можем жить в условиях вот такого карантина, скажем так, бесконечного, потому что COVID-19 является достаточно сложной инфекцией, которая дает свои негативные последствия, но у нас есть еще и ряд других заболеваний, которые требуют своевременного выявления, своевременной коррекции, пациенты нуждаются в оказании медицинской помощи, я думаю, что будет, мы научились работать, это маршрутизация пациентов, распределение потоков пациентов, чтобы больные и здоровые не пересекались, и на сегодняшний день мы готовы к этому, и, конечно, чтобы не было скучности, пациенты были защищены, масочный режим, меры индивидуальной безопасности, но, тем не менее, работа с другими социально значимыми заболеваниями, она крайне важна, Елена, ну и в завершении вот вам вопрос, как часто пациенты, вот вы про мужчин, например, говорили, да, что редко обращаются, как часто в целом пациенты пренебрегают этим обследованием, даже если знают, что оно им необходимо, положено, и что бы вы им посоветовали? Я могу сказать, только на примере одной пеликлиники города Брауна, можно транслировать на весь теоретический край, потому что 40% пациентов, тех, которых мы активно приглашаем, которых мы понимаем, что теоретически должна быть какая-то проблема, я еще раз повторюсь, это пациенты, принесшие либо средней степени тяжести, либо тяжелую ковид, должны быть последствия, как правило, к нам не обращаются, либо обращаются уже слишком поздно, когда вопрос о диспансеризации уже не идет, идет вопрос о лечении, и зачастую в медикаментозном, тяжелом лечении, и стационарном, и даже высокотехнологичной медицинской помощи. Спасибо вам большое за ваши ответы. До свидания.